17 декабря 2019 года в Большом Зале Законодательного Собрания Краснодарского края состоялось расширенное слушание по законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации. Подробности в данном видео. Одна из форм работы Законодательного Собрания края широкое обсуждение инициатив, проблем, вопросов по значимым для общества направлением. По поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Александровича Бурлачко два комитета Законодательного Собрания края проводят сегодня общественные слушания. Комитет по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан председатель Горбань Андрей Евгеньевич, прошу поприветствовать. И комитет по вопросам науки и образования, культуры, делам семьи. Отдельной частью общества в последнее время сформулированы убеждения, что сегодня семья нуждается в дополнительном государственном регулировании и подготовлен проект акта нормативного, который получил название «Профилактики семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Вот нам сегодня очень важно обсудить эту идею, услышать мнение наших земляков, общества по этому вопросу, тем, чтобы Законодательное Собрание от вашего имени могло сформулировать наше общее мнение по этому вопросу. В общественных слушаниях принимают участие депутаты Законодательного Собрания и Красноярского края, представители правоохранительных органов, органов исполнительной власти, в частности, у нас присутствуют заместители министров Микова Полина Валерьевна, Цветков Андрей Васильевич, заместители руководителя департамент внутренней политики Топалова Александр Александрович. Давайте поприветствуем. У нас присутствуют представители органов образования, социальной защиты, семейной политики, комиссии по делам несовершеннолетних муниципальных образований, уполномоченная по правам ребенка и человека в Краснодарском крае Ковалева Татьяна Федоровна и Мышак Сергей Валентинович, представители Кубанской метрополии Русской Православной Церкви, Духовного управления мусульман Республики Адыгея Краснодарского края, кубанского казачьего войска, общественных организаций, члены экспертно-консультативных советов, Совета молодых депутатов при комитетах ЗСК, представители средств массовой информации, общественность. Предложение нового закона, что это? Иноземные веядния и проблем как таковой нет, либо насущная потребность и ситуация нуждается в регулировании. Вот повестка дня. Слово для доклада. Горбань Андрей Евгеньевич, председатель комитета Законного собрания по вопросам законности, правопорядка, правовой защиты граждан, кандидат юридических наук. Поприветствуем. Проектом федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия предлагается установить правовые основы профилактики семейно-бытового насилия, формы профилактического воздействия, а также иные нормы, которые будут регулировать эти отношения, возникающие в сфере профилактики семейно-бытового насилия. Со слов разработчиков, законопроект послужит созданием более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе лиц, подвержившихся насилию. В качестве форм профилактического воздействия предлагается правовое просвещение, правовое информирование, профилактическая беседа, защитное предписание, судебное защитное предписание, профилактический учет, профилактический контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвержившихся семейно-бытовому насилию, их социальная реабилитация. Нужно сказать, что аналогичный проект носился уже в Государственную думу федерального собрания депутатами Мурзабаевой и членом Совета Федерации Беляковым в сентябре 2016 года, однако рассмотрен Государственной думой не был, так как возвращен субъекту права законодательной инициативы в связи с отсутствием необходимых процедур, в частности заключения правительства Российской Федерации на предмет соответствия Конституции. И проект 2016 года, и проект, предложенный для обсуждения Советом Федерации в нынешней редакции, в редакции 2019 года, вызвали достаточно большой общественный резонанс. Необходимость принятия абсолютно новых федеральных законов, формирования нового института в системе законодательства возникает, как правило, лишь в тех случаях, когда эволюция развития общественных отношений порождает иное, нерегулированное уже принятыми нормативными правовыми актами, социальное или политическое явление. Сегодня же существует, я хочу это особо отметить, существует и активно применяется институт лишения родительских прав, органы опеки и попечительства наделены необходимой совокупностью правомочий, вполне достаточных, по нашему мнению, для активной и эффективной защиты права ребенка. Имеются необходимые уголовно-правовые механизмы, превенции, пресечения побоев и иных, допустим, каких-то нестроений в семье. На фоне изложенного возникает вопрос, а чем же обусловлена необходимость выделения в отдельный институт законодательства такого понятия, как именно семейно-бытовое насилие, а не совершенствование уже действующих институтов и инструментов? Давайте обратимся к тексту обсуждаемого проекта. В статье 2 определено, что семейно-бытовое насилие это умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу применения причинения физического и или психического страдания и или имущественного вреда, причем не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Таким образом делается попытка законодательно выделить и обособить такое понятие, которое бы не подпадало под понятие правонарушения или преступления. При этом физический вред, насилие, там, те же побои всегда подпадает под действие либо административного, либо уголовно наказуемого деяния. В этом смысле усматриваю прямое противоречие части 2 статьи 54 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Обособление такого понятия, как семейно-бытовое насилие, от понятия административного правонарушения либо уголовного преступления с юридической и технической точки зрения, на наш взгляд, порождает правовые коллизии и делает этот документ изначально неработоспособным. Также законопроектом в качестве одного из субъектов профилактики семейно-бытового насилия выделяется общественное объединение и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере профилактики семейно-бытового насилия, который в соответствии с положениями статьи 16 проекта, цитирую, «в праве принимать участие в выявлении причин, условий совершения семейно-бытового насилия и их устранения, оказывать правовую, социальную, психологическую и иную помощь лицам, подвержшимся семейно-бытовому насилию, содействовать примирению с нарушителем, проводить информационные кампании, направленные на профилактику семейно-бытового насилия, принимать участие в индивидуальной профилактической работе, то есть достаточно широкий супер, можно сказать, набор полномочий. Ну вот все эти формулировки носят достаточно такой размытый и неопределенный характер, что, безусловно, может послужить причиной неограниченного, бесконтрольного или чрезмерно избыточного вмешательства в дела семьи. В проекте закона также отсутствуют критерии отбора и допуска таких организаций, некоммерческих организаций, к деятельности в сфере профилактики семейно-бытового насилия. То есть формально таким полномочием наделяется совершенно неограниченный круг лиц. Эффект отмешательства в дела семьи которых может оказаться, скажем так, труднопрогнозируемым. Под видом такой некоммерческой организации свою деятельность потенциально может осуществлять и организация, преследующая своей целью, ну скажем так, совершенно иные цели, в том числе и идеологического или политического характера. В проекте рассматриваемого закона присутствует множество положений обобщающего и неопределенного характера, а также дублирующих положения ныне действующих федеральных законов. Таким образом, положение статьи 14-й проектируемого закона, устанавливающей полномочия организации специализированного социального обслуживания в субъектах Российской Федерации в сфере профилактики семейно-бытового насилия, как предлагает проект, они уже, собственно, являются избыточными и дублирующими действующие нормы. По большей части проект закона носит, я повторюсь, рамочный характер и в том виде, в котором он сейчас представлен, на обсуждение, на наш взгляд, недееспособен и обуславливает правовую и социальную неопределенность. Ну вот то, что я хотел бы сказать вам в своем выступлении. Благодарю за внимание. Паратаирей Александр Игнатов, руководитель отдела региозного образования катехизации Екатериндарской епархии, представитель Законодательного собрания Краснодарского края от Кубанской митрополии. В самом начале мне хотелось бы поблагодарить руководство Законодательного собрания, депутатский корпус, всех собравшихся, для того, чтобы обсудить этот очень важный сегодня в Государственную Думу внесенный законопроект о так называемой профилактике семейно-бытового насилия. Сегодня праздник Святой Великомученицы Варвары. Уж где не проявилось насилие, как над этой Святой Великомученицей. Ее казнил собственный отец Диаскор в 350 году. А сегодня праздник Святой Мученицы, которая не только сохранила верность Христу, но и показала всю любовь, которая сегодня и прославляется. А насилие, о котором мы говорим, действительно существует. Но благословение Бога – любить, терпеть, прощать и жить вместе. Вот на каких незыбленных основах стоят все религиозные конфессии нашей многонациональной России. Вот почему в своем послании к римским христианам апостол Павел в 16 главе называет семью Прескилы и Акилы «малой церковью». Вы слышите, как высоко поднимает христианство семью? Это «малая церковь». И наша задача – помочь сегодня «малой церкви» в ее сегодняшних проблемах. Сам вопрос, который сегодня озвучен и обсуждается очень широко в России о семейном насилии, говорит о том, что любовь в этом мире, в котором мы живем, оскудевает. А когда умножается грех, тогда оскудевает любовь. Любовь оскудевает по причине царствующего и господствующего в мире греха. Мир лежит во зле, говорит нам Священное Писание. Если мы это понимаем, то церковь и «малая церковь», семья, должна преображать мир, должна показывать пример любви, помощи друг другу, взаимопонимания друг другу. И вот это и есть те ценности, о которых должны заботиться не только православные, все нормально здравомыслящие люди – представители любых конфессий. Тем более государство, которое должно стать на защиту нравственных и духовных ценностей представителей своего семейного основания. Еще Иоанн Златоуст говорил, весь мир состоит из городов. Города – из домов. Дома – из мужей, жен, из семьи. Если будут разрушены семьи, разрушатся дома, разрушатся города. Перестанет существовать мир. Когда Понтийский Пилат, римский прокуратор, который допрашивал Иисуса Христа, задал ему вопрос, «Не знаешь ли, что я могу распять тебя и пустить тебя?» Вы помните, что ответил Иисус Христос? «Ты не имеешь надо мной никакой власти, если бы не было тебе дано свыше. Если тебе Бог не позволит, ты ничего не сделаешь без Божьего Всевышнего благословения». Давайте не забывать об этом, что не те, которые верстают законы против Бога, против семьи, против нашего Отечества, правят миром, правит миром Бог. Он есть, и Он есть любовь. Вот почему Церковь говорит, «Любите друг друга» – это то, с чего и начинает священник проповедь о любви, обращаясь к людям, которые живут сегодня в семьях, потому что там, где любовь оскудевает, там получаются страшные события. Даже среди крещенных, среди христиан, давайте признаем, что люди ходят в церковь, носят крести, крещеные, живут как бы вроде бы по вере, называют себя православными, но не верят внутри в Бога, имя которому любовь, который призывает прощать, терпеть, помогать, действительно приносить себя в жертву, потому что истинная любовь – это не то, что ты получаешь взамен, а то, что ты отдаешь сам. У святителя Николая Сербского есть прекрасное изречение. Когда охладевает любовь, вступает в силу справедливость. Когда оскудевает справедливость, вступает в силу только закон. И то, что мы обсуждаем эту тему, это говорит о том, что в мире оскудела любовь. Сколько в семьях бывает, ну, у кого не бывает, и поругались, и помирились, обнялись, поплакали, простили. Это семья, это жизнь, без этого ведь не бывает, давайте говорить откровенно. И вот сегодня мне хотелось бы предложить, а почему мы не можем предложить, запретить этот законопроект, и не просто его доработать, а просто призвать к полной капитуляции его, чтобы его не было, давайте лучше позабочимся о семье, а не о законе, который бы регулировал эти отношения. У нас много семейных проблем, но достаточное средство уголовного, административного решения. Так нам надо помочь и церкви, и государству сохранить семью, как ячейку общества. Вот в этой связи, в завершение, мне хотелось бы предложить нашему сегодняшнему расширенному слушанию парламентскому несколько конкретных предложений на ваше одобрение или, если хотите, поручение такое и от имени тех, кого я представляю. Первое. Разработать программу подготовки к семейной жизни и родительству уже в детских садах, школах и в вузах. Детей нужно не растлевать сексуальным просвещением, а давать твердые установки на целомудрие, добра, верность супругов, рождение и воспитание детей. Нашему обществу нужны люди здоровые, физически и нравственно. Второе. Широко пропагандировать традиционные нравственные и семейные ценности. Создать государственную программу, направленную на финансированную в социальном направлении, ориентированную поддержку малоимущих и многодетных семей. Третье. Прекратить пропаганду безнравственности, насилия, жестокости на телевидении, в интернете, в печатных изданиях и в рекламе. Призвать средства массовой информации формировать в людях высокие нравственные ценности, патриотизм, способность к защите отечества, любовь и милосердие к ближнему, уважение к старшим, чувство долга. Четвертое. На законодательном уровне запретить любую пропаганду гомосексуализма и других расклевающих идеологий, как в форме парадов или фестивалей, так и в средствах массовой информации и в интернете. А закончить хотелось бы словами последней государь-императрицы Александры Федоровны Романовой. В ее замечательных записках есть такой прекрасный стих, который я хочу вам сегодня прочитать. Отец, что такое жизнь? Битва, дитя мое, Где меткий может промахнуться, И самый зоркий обмануться, И дрогнут сердца храбреца, Там враг ни день, ни ночь не дремлет, Та битва целый мир объемлет, Стоять в ней нужно до конца. Сенгеров Иван Георгиевич, руководитель следственного отдела по центральному округу города Краснодара, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, полковник юстиции. Пожалуйста. Фактически формируется новый класс законодательства. Это не дополнение к закону уже действующему, Это не какие-то поправки, корректировки. Это формирование нового юридического института, по сути, которого раньше не существовало. Ну и, соответственно, возникает вопрос, А чем обусловлено формирование такого института? Что произошло в системе общества, государства Российской Федерации, что привело к необходимости именно порождения нового института юридического? Да, существуют какие-либо конфликты внутрисемейные, бытовые, между родителями, детьми и так далее, но они не имеют никакого такого тотально массового характера. Но если бы они не имели такое, скажем так, выражение, то, наверное, уже нужно было говорить о том, что мы уже утратили семьи как таковые, а мы их, насколько я знаю, еще пока не утратили. Тем не менее, имеется такая тенденция, которая явно прослеживается, скажем так, сторонняя рука в выкладке определенных роликов, определенных сюжетов и их последующем введении для того, чтобы искусственно придать такое мнение. Обратил бы внимание на то, что у нас как таковое насилие, оно полностью осуждается законом и уголовно-правовым, административно-правовым, гражданско-правовым. То есть у нас сфера карательная, превентивная государственного законодательства, она фактически охватывает все направления эти. И добавлять здесь, ну, как бы бессмысленно что-либо, выделяя в отдельный какой-то именно отдельный институт. И более того, оно, по сути, выводится из-под юрисдикции суда, где предусматривается состязательность сторон и презумпция невиновности, которая, кстати, предусмотрена Конституцией. АРФ – это 49-я статья Конституции. То есть, более того, даже передаются функции общественным объединениям и организациям. То есть некие лица объединения создают и начинают вмешиваться в деятельность семьи. Это уже начинает нарушаться, ну, я так кратко скажу, около пяти или шести прямых нарушений норм Конституции Российской Федерации. Если хотите, могу их перечислить. И теперь мы смотрим, а там есть также в этом законопроекте, в пунктах 3 и 4 статьи 11-й, значит, утверждение перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, лицам, подвергшимся семейно-бытовому насилию. Это уже целая индустрия. Обратите внимание. То есть, есть уже некий перечень социальных услуг, и теперь, как поставщиками услуг, будут являться как раз эти организации, которые при наличии заявления одной из сторон, либо без наличия этой стороны, если там интересы, допустим, какого-либо несовершеннолетнего затрагиваются, там уже не требуется даже заявление какой-либо стороны, они будут поставлять этот перечень услуг. Помимо вмешательства в семью, помимо вмешательства в личную жизнь, еще и есть экономическая составляющая. Она явно прописана этим законопроектом. И, опять же, напоминаю всем, что, значит, статья 15 Конституции устанавливает, что законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции, а этот законопроект, он заведомо противоречит, ну, тотально, я бы сказал так. Считаю, что не только нецелесообразно, но и деструктивно с точки зрения соблюдения прав и законов граждан на России, а также противозаконно относительно тотального попирания норм основного закона, принимать данный законопроект. Ну, вот, соответственно, сами понимаете, насколько деструктивный данный законопроект. Спасибо. Кьемченко Константин Сергеевич, заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полицией и подразделений по делам несовершеннолетних главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Полковник полиции, пожалуйста. Полностью согласен с предыдущими выступающими, что касается органов внутренних дел. Ну, мы изучили очень внимательно этот законопроект и приходим к выводу, что дополнительного эффекта в профилактике семейно-бытового насилия в части полномочий органов внутренних дел он не даст. Каких-то инноваций мы не увидели. Вот если посмотреть статью 6, это полномочия органов внутренних дел, то те полномочия, которые нам хотят вменить этим законом, они уже все действуют и все они исполняются. Профилактический учет. Всегда полиция занималась постановкой на профилактический учет. Категория лица, допускающей правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, она всегда была. И у нас есть конкретные основания для постановки таких лиц на учет. Профилактическая беседа. Профилактическая беседа проводится в рамках постановки и осуществления профилактического учета. Рассмотрение жалоб и заявлений в обязательном порядке. Это все проводится. Вот очень интересное защитное предписание. Но ведь законом 182 об основах системы профилактики уже предусмотрено официальное предостережение. Это абсолютный дубляж. Закон по нашему видению он больше направлен на устранение уже последствий семейно-бытового насилия, а не на искоренение причин и условия, способствующих семейно-бытовому насилию. Такие как пьянство, алкоголизм, наркомания, социально-экономическое неблагополучие. Если проанализировать этот год, 11 месяцев, то можно увидеть, что 70% этих преступлений совершаются в алкогольном опьянении. 80% совершены лицами безработными, либо не имеющими постоянного источника дохода. Вот корень зла. Мы обладаем всеми ресурсами в настоящее время, которые способны влиять на профилактику насилия в семье. И хотелось бы отметить, что за последние 8 лет, с 2011 года у нас уровень преступлений тяжких, это убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекших смерть, снизилось в два раза. Об этом нельзя не говорить. И в настоящее время мы имеем также снижение бытовых преступлений. Спасибо большое, Константин Сергеевич. Ну, то есть подтверждается в скитизе о том, что ныне действующих норм для того, чтобы навести здесь порядок достаточно. А вот о профилактике, собственно, название, которое так вот претензиозно звучит, о профилактике как раз и о превенции нужно думать. Бескаравайна Елена Михайловна, директор Краснодарского краевого кризисного центра помощи женщинам. В октябре 2011 года Краснодарской краевой администрации был создан Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам. Это государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края. Надо отметить, что учреждение действует в рамках федерального закона о социальном обслуживании номер 442. Мы принимаем граждан Российской Федерации. Если посмотреть на географию, она достаточно широка. Конечно, подавляющее большинство это жители Краснодарского края, города Краснодара. учреждение призвано способствовать социальному обслуживанию с целью оказания помощи и передали необстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности. Женщин, в том числе с детьми, подвергшихся физическому или психическому насилию в семье, а также женщин с детьми, потерявших жилье или работу, оказавшихся в экстремальных ситуациях. В штатном расписании учреждения есть такие специалисты, как психологи, психотерапевты, юрисконсульты, логопеды, инструкторы по труду и другие специалисты. Если женщина нуждается в убежище и защите от семейного насилия, то в Краснодарском краевом кризисном центре помощи женщинам ей будет предоставлена возможность временного круглосуточного пребывания, в том числе с детьми. На период пребывания в стационарном отделении получатели социальных услуг обеспечиваются проживанием, питанием и имеют возможность прохождения курса социальной реабилитации в соответствии с индивидуальной программой. В тех случаях, когда проблемная ситуация не связана с риском для жизни и здоровья и не сопровождается уходом из дома, женщина получает комплекс социальных услуг в условиях полустационарной формы обслуживания. Если учредитель решит, мы готовы включаться в эту работу, у нас есть ресурс, в том числе специалисты-психологи готовы в этом работать. Есть программы. Уважаемые друзья, давайте поблагодарим Елену Михайловну за ту работу, которую она сегодня проводит в рамках ныне действующего законодательства. Татьяна Федоровна Ковалева, уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае. Обслуждаемый законопроект был очень внимательно изучен уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае. Как вы понимаете, конечно же, с точки зрения той практики каждодневной, в которой уполномоченные принимают участие. И мы без сомнения понимаем, что семья это очень хрупкое, очень сложное явление. И соприкосновение с ней и с ней, даже с благими намерениями всегда требует очень серьезной подготовки, глубокого изучения ситуации и, конечно же, высочайшей ответственности. Как правило, в адрес уполномоченного ежедневно обращаются десятки людей разного возраста. И это в основном проблемы различного характера, семейные споры, которые возникают на самых разных проблемных точек. Это не согласие с методами воспитания друг друга, материальное затруднение, но самые-самые разнообразные проблемы. И вот когда мы начинаем в этих проблемах разбираться, мы понимаем, что никогда нельзя делать вывод сразу. Важно послушать обе стороны. И вот когда слушаешь обе стороны, понимаешь, что об одном и том же это две разные истории. А вот когда читаешь закон, то понимаешь, что он дает однозначное толкование семейно-бытовому насилию, ситуациям, которые происходят, где один это всегда идеально хороший, а второй это всегда агрессор и злая личность. И чтобы понять это и понять, где же все-таки истина, нужно время, нужно глубокое изучение документов, привлечение различных структур. А что предполагает данный закон? Незамедлительно, сиюминутно работник полиции должен на месте по заявлению жертва, иногда и третьих лиц, непонятно кто это, он должен тут же моментально вынести решение и сразу же семью разделить на два противоборствующих лагеря. И вот здесь, я думаю, нам надо очень четко понимать, а сегодня есть ли подготовка у тех специалистов, которым закон вменяет право принимать вот такие сиюминутные решения? Я думаю, что это совершенная профанация. И второй вопрос, который хотелось бы задать, а те люди, которые будут оценивать незамедлительно ситуацию, они сами настолько ли хорошие семьянины и подают тот прекрасный идеальный пример, который может быть положен в основу принятия того или иного решения. Поэтому я думаю, что не просто данный закон не нуждается в доработке, он вообще не имеет права быть принятым, потому что он не продуман, он предлагает разбытые нормы. Когда обращаются по поводу ситуации в той или иной семье третьи лица, эти ситуации не подтверждаются, и мы видим, что ситуация, даже если и была сложная, она уже давно нормализовалась, поэтому я считаю, что работать надо над тем, чтобы с самого маленького возраста готовить будущего семьянина и вкладывать его в голову, что семья это главная его ценность жизни, которая позволит и обществу быть стабильным и получить нормальное, адекватное, полноценное развитие подрастающей личности. Шава Асфар Аскерович, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Республики Адыгея Краснодарского края, доктор философских наук. Чтобы снять двусмысленность, я сразу заявлю, что мусульманская общественность, говорит, свое категорическое нет данному законопроекту. И у нас сегодня сложная проблема, ведь наши оппоненты выстраивают свой правовой дискурс достаточно логично в рамках того правового поля и пространства, в котором они действуют, они действуют в рамках европейской правовой субъектности, а мы пытаемся им ответить с позиции морали и ценностей. Нам надо направить свои усилия на то, чтобы попытаться сформулировать свои политические модели, свои правовые системы, свою экономическую модель хозяйственной, которая будет базироваться на наших цивилизационных основаниях. Если в них, в фундаменте их будет христианские морали и ценности, значит это должна быть христианская экономика, христианская политика, христианское право, каноническое христианское право. И не надо здесь в этом смысле стесняться, а пытаться воспитать молодежь, которая будет мыслить уже в мыслительных рамках уже христианского мировоззрения в полном смысле и полном объеме. И мы постоянно с вами ну как бы сталкиваемся с этими вызовами цивилизационными и не находим в себе силу, интеллектуальное мужество и зрелость в полном объеме осмыслить себя наконец в этом мире, признать свою собственную идентичность цивилизационную и ответить интеллектуальным такими системными аргументами. Нам не хватает немножечко какого-то вот еще усилия определенного, возможно последнего духовного внутри себя признать себя кем мы являемся. Просто ответить на вопрос кто мы? Панченко Раиса Андреевна начальника отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Министерства труда и социального развития Крестарского края. Позвольте пожалуйста представить мнение вам 56 муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Они существуют в каждом муниципальном образовании нашего края. Мы полагаем, что на сегодняшний день в действующем законодательстве абсолютно урегулированы все вопросы связанные в частности защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Комиссия орган коллегиальный в состав входят представители разных структур в том числе органов внутренних дел. Мы в тесном взаимодействии работаем с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних и при получении информации именно с правовой точки зрения оцениваем имеются ли нарушения в семье и приоритет для нас был есть и остается сохранение кровной семьи. Ежегодно выявляется порядка тысячи семей которые находятся в социально опасном положении. Конечно мы должны с вами констатировать что есть трудности в семье нарушены взаимоотношения имеются конфликты но целая армия специалистов их порядка 50 тысяч в нашем регионе которые работают с семьей нацелены на то чтобы сохранить институт семьи и мы полагаем что на сегодняшний день и в действующем законодательстве федеральный закон 120 об основах профилактики безнадзорности правонарушений совершеннолетних полностью нам дает именно в правовом поле механизмы ресурсы для того чтобы урегулировать и в первую очередь профилактировать конфликты в семье. Цветков Андрей Васильевич заместитель министра образования науки молодежной политики Краснодарского края. Прежде всего хочу коротко выразить позицию Министерства образования науки и молодежной политики к проекту закона. Мы тоже внимательно изучили его и не повторяя то что сказали мои коллеги считаем его избыточным излишним и крайне вредным. Что беспокоит? Беспокоит что мы в очередной раз сталкиваемся с технологией манипуляции массового сознания получившей название окна Авертона. Когда вещи в приличном обществе о которых говорить не принято начинают первое обсуждаться второе следующим этапом допускается что какая-то часть общества может таким образом себя вести а затем это становится общепризнанной нормой. Примеров использования этой технологии в нашей современной истории России достаточно много и последствия использования этой технологии мы видим. Поэтому и здесь считаю необходимым заявлять категорическое нет к возможным даже обсуждениям в данной тематике проектов подобных законодательных инициатив. Хочу также выразить и безусловно личное мнение по отношению к закону. Читая этот закон мы тоже должны вспомнить свою историю историю своей семьи и перенести а разве нам наши родители не запрещали разве не укоряли нас разве не наказывали нас наставляя на путь истинный для того чтобы мы стали честными добропорядочными людьми. Долгов Лев Александрович представитель Краснодарской Кровообщественной Организации Союз Отцов Экспертами Федерального Совета Отцов и Общественного Совета при Уполномочении Президенте Российской Федерации по правам ребенка был оценен этот осмотрен просмотрен оценили этот закон и однозначно мнение общественного отцовского движения что он на сегодняшний день в этой формулировке и с этими пониманиями и с этими словами будем так говорить он неприемлем в данном случае для нашего общества так как все формулировки не такие слишком либеральные и в них можно вместить что угодно то есть можно под этой формулировки подразумевать что хотите и как хотите вот соответственно там нет ни супруга и супружества нет понимания рождения и воспитания детей культуру и традиции и так далее то есть все просто как-то так размыто и не соответствует нашим традициям нашим российским традициям что такое психологическое насилие давайте смоделируем такую модель вот как часто бывает да жена дома там пытается что-то доказать решать есть непонимание есть какие-то несоглашения по каким-то вопросам мужчина чаще как он сидит и отмалчивается молчит и ничего не говорит да нормально чтобы не составить конфликтную ситуацию А жена берет, пишет заявление на психологическое насилие. Муж молчит, у меня психологическое насилие. Ну, то есть абсурдная ситуация, на самом деле, да? Вот, я жил за границей, я знаю, как работают подобные законы, соответственно, когда вот в таких же ситуациях, когда родитель что-то запрещает, говорит или воспитывает, именно воспитывает, а ребенок тут же звонит в полицию, она приезжает, начинает составлять протоколы и начинает выносить мозг, извините меня, за то, что родитель почему-то не сделал так, как захотел ребенок. То есть это вообще переверт всех наших традиционных, наших российских пониманий и наших направленностей, которые мы должны нести своим детям. Я считаю, что вот этот закон, это родной брат так называемой ювенальной юстиции, который направлен на добивание нашего института семьи и, соответственно, нарушение семейных традиций, традиционных семей, именно российских. Поэтому мы против этого закона в этой формулировке, в этих вариантах, которые не есть. Мышак Сергей Валентинович, уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае. Законопроект, который мы обсуждаем, вызвал широкую дискуссию в обществе, подключился в ЦИОМ наш, Центр изучения общественного мнения. 70% россиян уверены, что такой закон должен быть, но назовите мне любого человека, которому подойдешь и спросишь, насилие это плохо или хорошо, он скажет, конечно, плохо. И надо ли бороться с ним? Он тоже скажет, конечно, надо. В 144 государствах, так или иначе, в разных формах этот закон существует. Однако, теперь, однако. Мы помним, что в 2016 году была первая попытка проведения такого закона. Он назывался «Профилактика семейно-бытового насилия». Проект был более значительно объемный, местами даже более проработан. Однако, целый ряд положений вот еще того законопроекта предполагал избыточное вторжение в семейно-бытовые отношения как со стороны государства, так и со стороны уполномоченных им некоммерческих организаций. При этом, поводы и основания для такого публичного вмешательства в семейные отношения граждан проектом четко не были определены. Но с позиции его концептуальных задумок практически любые, даже добросовестные действия родителей, направленные на воспитание детей, могли быть объявлены вне закона. То есть, сейчас попытка номер два происходит. Что мы видим в этом законе? Уже говорили, в нем отсутствуют элементы ювенальной юстиции непосредственно. Но он вновь исходит из той же методологической базы. Лично у меня выработалось за это время два блока замечаний. Это идейный, скажем так, блок и процедурный блок. С точки зрения идеи этого закона, законопроект предполагает глубокое вторжение государства или негосударственных структур в семейное отношение граждан, что само по себе избыточно и плохо. С точки зрения процедуры, запрос, вернее закон, скорее направлен на лечение последствий, нежели профилактику насилия как такового. Если говорить о частности, ну понятийного аппарата практически нет. Где та грань, о которой говорит закон? Как измерить это насилие, особенно моральное насилие? Ну физическое понятно, а моральное насилие. Второе, кто это будет измерять? Каким образом это будет происходить? Совершенно сыро, совершенно непонятно. Большой вопрос вызывает 16 статья, которая предусматривает участие НКО. В устранении причин и условий совершения семейно-бытового насилия. Вопросы индивидуальной профилактической работы. Законом не учитывается, об этом говорилось, культурные традиции, национальные особенности организаций, семейно-брачных отношений всех народов России. Совершенно закон не учитывает ментальности российского государства, его многоукладности, многонациональности и так далее. Если мы улучшим и сделаем более качественную работу правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, того же некоммерческого сектора в данном направлении, то многие те постулаты, которые заявляют составители этого закона, они просто-напросто потерпят крах, потому что отдельные элементы нельзя брать как аргумент недоработок государства в этом направлении. Вот так, наверное. Я разделяю позицию полномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Николаевны Москальковой, который считает, что сам проект закона, собственно, может быть и ответ на запрос общества. Но нам не надо перейти грань, когда государство вмешивается в семью и, с другой стороны, дать возможность реагировать в самом начале на это явление. Со своей стороны хочу отметить, что, конечно, безусловно, этот закон не может быть принят. И если законодатель нам предложит проект более взвешенный, более отвечающий тем запросам, о которых говорит общество, о которых говорили сегодня мы, наши парламентарии, то, безусловно, ну что ж, будем обсуждать. Спасибо. Мы переходим к завершающей стадии нашего обсуждения. Ирина Абитаревна, что у нас получилось? Разрешите ознакомить вас с проектом резолюции по результатам общественных слушаний. Обсудив законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации, размещенный на официальном сайте Совета Федерации, участники общественных слушаний пришли к выводу о необходимости дальнейшего совершенствования работы, направленной на укрепление традиционных нравственных основ семьи и семейного уклада, а также обеспечения правовой охраны и защиты семей несовершеннолетних детей. Вместе с тем, принятие предоставленного на обсуждение проекта федерального закона в исторически сложившихся реалиях, по мнению участников обсуждения, направлено против института семьи, в целом нецелесообразно, а может быть и деструктивно с точки зрения соблюдения прав и свобод граждан Российской Федерации. Более того, к законопроекту имеется множество замечаний правового и концептуального характера. Исходя из общедоступной информации и статистических данных, в настоящее время однозначно выделять массовость и закономерность проявления насилия в семьях нет никакого основания. Внутрисемейные бытовые конфликты существовали на протяжении всего периода статистического наблюдения, а инструменты профилактики семейно-бытового насилия и привлечения виновных лиц к уголовной, административной или гражданской ответственности получили достаточное развитие в системе российского законодательства. Отмечено, что на сегодняшний день имеются все необходимые уголовно-правовые и административные механизмы пресечения семейно-бытового насилия. Существует и активно применяется институт лишения родительских прав. Органы опеки и попетичества наделены необходимой совокупностью полномочий, вполне достаточных для активной и эффективной защиты прав ребенка. Действуют подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России. Есть судебные механизмы защиты прав детей и других членов семьи. В связи с чем попытка выделения в отдельный институт законодательства такого понятия, как семейно-бытовое, порождает множество вопросов и неизбежно влечет за собой правовую неопределенность и создает конкуренцию действующим нормам уголовного, административного и гражданского законодательства. Кроме того, в законопроекте присутствует множество размытых формулировок, которые носят обобщенный и неопределенный характер, а отдельные его положения дублируют нормы действующего федерального законодательства. На практике это создает благоприятную почту для неограниченного, бесконтрольного и чрезмерно избыточного вмешательства во внутренние дела семьи. На территории Российской Федерации уже существуют и действуют меры профилактики семейно-бытового насилия, предлагаемые проектом в качестве новеллы. Действующие законодательные нормы охватывают в том числе вопросы, касающиеся предоставления социального обслуживания при наличии внутрисемейного конфликта или насилия в семье, вопросы получения жертвами насилия бытовых, психологических, правовых и других социальных услуг. А такая мера профилактики, как защитное предписание, дублирует уже имеющуюся норму федерального закона об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации, объявление официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. В проекте закона также отсутствуют критерии отбора и допуска общественных и некоммерческих организаций к деятельности в сфере профилактики семейно-бытового насилия. То есть формально таким полномочиям наделяется совершенно неограниченный круг лиц, эффект от их вмешательства в дела семьи которых может оказаться непредсказуемый. Под видом такой коммерческой организации свою деятельность потенциально может осуществлять организация, преследующая совершенно иные цели, в том числе идеологического или политического характера. По мнению участников общественных слушаний, противоречие рассматриваемого законопроекта, правовая неопределенность последствий его применения, носят не только неконструктивный характер, но и деструктивный, с точки зрения сохранения традиционных семейных и духовных нравственных ценностей. Законопроект и его сегодняшние концепции не только не решит проблему семейно-бытового насилия и не позволит усовершенствовать систему его профилактики, но и будет способствовать возникновению недоверия к институту семьи, прежде всего у молодого поколения. Уважаемые участники слушаний, мы услышали ваше категорическое «нет». И таким образом, по результатам общественных слушаний, участники решили, первое, не поддерживать концепцию проекта федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации. Второе. Отметить не только нецелесообразность его принятия, но его подрывной характер по отношению к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, в том числе нравственным основам семьи и семейному укладу российского общества. Поэтому предлагается поставить на голосование проект этой резолюции для принятия его за основу. Кто за, прошу голосовать. Теперь можно и похлопать. Мы заканчиваем общественное слушание. Какие есть замечания по ведению? Спасибо вам большое. Всего самого доброго. Благодарим за участие. Спасибо.